доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем-всем доброго доброго времени суток сегодня вот такая картинка у нас будет с вами красивая вот такая картинка вы вообще любите грешников и кого считаете за грешников я люблю я сама грешница вот как сильно вы любите грешников то есть вам зададут просто вопрос как сильно вы любите грешник просто не рассказывая о том что вы сами грешники многие не считаете а грешниками то этот вопрос он может показаться таким странным но я решила сегодня подумать именно над этим вопросом именно над ним хочу подумать вот слишком и поговорить на эту тему слишком часто после того как мы получаем спасение и наша жизнь немного очищается мы знаете что мы теряем сострадание тем кто все еще потерян посмотрите на как что что меня привело на это на это размышление посмотрите на бабушек я буду их так называть на самом деле это женщины 50 60 лет еще в таком респектабельном хорошем возрасте еще сравнительно молодые женщины которые ходят церковь одевают платочки все начинают там служить и они пренебрежительно относятся к прихожанам они считают что если молодая девушка пришла в церковь то можно ее тыкнуть за то что она там губную помаду не вытерла и не надо ей вытирать она к богу пришла как от чистого сердца забежала мы не знаем что ее привело то есть они то что называется теряют ключи от мозга я бы так сказал они наверное себя считают слишком святыми такое же происходит с служителями священнослужителями в церквях они забываются они себя ставят выше бога они себя священными они себе позволяют то что вообще не позволено самое страшное теряют сострадание вот мы не должны терять сострадание к другим людям это очень вот это очень важно знаете многие идут после работы и видят по улице пьяных шатающихся или же коллегу на работе который обманывает начальника или рассказывает какую-то грязь или матершинника да и мы задираем свой духовный нос мы думаем не мы не такие мы не такие наш духовный нос мы не а какие мы а какие интересно какие мы и давно ли мы не такие мы что святые или нас уже принял рай вот об этом я хотела поговорить таким образом когда я говорю на эти темы я знаете что делаю я именно в этот момент дорогие мои я дисциплинирую себя я себя ставлю на место и говорю знаю что дорогая моя опусти свой длинный нос духовный нос вниз и посмотри а ты не такая а я не такая я жду трамвая думаем мы и мы очень сильно ошибаемся в этом плане если бы мы только понимали сердце нашего духовного отца мы бы так никогда никогда бы не поступали мне в голову приходит притча которую рассказал иисус это притча о блудном сыне и недавно ее перечитывала я именно пришла вот к этому выводу что надо вслух как радио поговорить именно на эту тему а на то как мы задеваем свой задираем свой духовный нос зачем мы это делаем что мы возомнили о себе что я возомнила о себе периодически я себя ставлю на место я иногда с пренебрежением говорю о людях которые там забулдыки да я говорю там забулдыка даже но это он пока он жив этот забулдыка он может быть спасен и он должен об этом подумать прямо сейчас вот пока он жив он может быть спасен от него это конечно главным образом зависит но вот с этим бесом побороться в который он сам пустил в себя без пьянства или без наркомании или без мата это страшный страшный без без мата или без сигареты от сигареты заходят сто бесов армия бесов входит в человека во-первых первое это расточительство без сигареты это без сразу собой тянет без расточительства третье это полное покорение этому бесу ты можешь ребенку хлеб не купить но пачку сигарет ты пойдешь себе купишь это очень важно и я вот пытаюсь это донести прежде всего нужно раскаяться пока эти покаяние сделать и господь отец он распахнет свои объятия точно так как вот иисус показал в своей притче о блудном сыне когда отец когда блудный сын блудил-блудил но он раскаялся покаялся и отец распахнул свои объятия поэтому мы не можем ни того блудного сына судить ни какую-то женщину которая пришла прикоснулась к христу ник никого и поэтому мне более всего дивные люди которые в церквях свой духовный нос вот так вот возносят подскакивают к молодой девушке каток на которой помада которая красиво одета а с чего вы взяли что дочь царя царей соработница рабыня божья должна одеваться в лохмотье сейчас скажет скромно скромно это не лохмотье у каждого понятие скромно разное и мне так нравится фраза когда он там в причем вот о блудном сыне когда он был еще далеко отец его увидел его вот там такая фраза есть и я эту фразу сразу схватила то есть я еще далека от совершенства каждый день работаю над собой каждый день я имею ввиду совершенство которое для небесного отца для людей я вас совершенно несовершенства они меня воспринимают может быть даже как слегка а может и не слегка с приветом но мне абсолютно все равно как они меня воспринимают потому что я все равно и буду дарить любовь радость улыбку и не переставать радоваться и удивляться чудесам которые господь мне все время дает но самая главная фраза он увидел его далеко отец его уже увидел далеко и мне хочется верить и я в это верю не хочется я в это верю что меня господь увидел еще далеко за до того как я стану возможно тем чем я хочу стать для моего отца небесного совершенства к этому надо стремиться когда он был еще далеко увидел его отец его вот такая фраза в библии и она мне легла в голову вот какая сегодня фраза вам легла в голову напишите мне мне интересно многие думают тайничка все читаю все читаю кроме грязи все грязные которые приходят с саркастические которые пытаются ущипнуть у меня есть мой прекраснейший редактор он это все удаляет чтоб меня не расстраивали но так мы придумали так я решила чтобы у меня редактор удалял грязные сообщения сарказм то что меня может расстроить и не дать то вдохновение чтобы поделиться с людьми потому что возможно в данный момент есть какой-то блудный сын или блудная дочь который очень тяжело я хочу сказать что она может быть себя считает далека от бога но когда он был еще далеко отец его увидел его я хочу чтобы эта фраза вошла вошла в голову как она вошла мне чтобы она вам вошла в голову он видит уже вас представьте там написано что каждое утро отец смотрел на линию горизонта он надеялся увидеть силуэт своего сына и в конце дня он делал то же самое устремляя свой взор в надежде он постоянно думал о своем сын и его сердце всегда было полно любви к нему вот такой глубокой любви что в тот день когда его сын вернулся домой он побежал ему навстречу он его ждал и поцеловал его такое же сердце у нашего небесного отца по отношению грешникам дорогие мои вот с чего я начала как сильно вы любите грешник как насколько сильно вы любите грешник вот именно так наш небесный отец относился и к вам когда вы еще блуждали в этом мире и ко мне грешницы когда я блуждала в этом мире вот именно это сердце принимала меня с распростертыми объятиями когда я еще все было покрыто вот этой грязью греха греховной грязи она уже с распростертыми объятиями принимала меня почему я решила об этом сказать потому что этот мир он полон еще огромным количеством уставших людей но они не знают что объятия для них все равно открыты их отца небесного полон мир этих уставших людей уставших от греха они устали от греха но они не знают может быть о том что объятия открыты и может быть вот сейчас они услышат это наши потенциальные братья и сестры в вере потенциальные я говорю потому что может быть кто-то из них сейчас услышит и узнает об этом именно они отчаянно нуждаются в любви в любви небесного отца и в нашей любви когда мы к ним с улыбкой относимся и хорошо и по-доброму то их сердца оттаивают вот эта корочка бесовская отходит пример прост я сопала розы возле своего двора и проходит мужчина он выпивший был он такой знаете у него лицо такое было перекошенное я улыбнулась ему и сказала здравствуйте доброго дня вам дай бог вам здоровья и он посмотрел он сначала так присмотрелся а потом тоже улыбнулся и понимать и пошел сказал добрый день и пошел то есть у него пошла вот это вот работа добра любовь она сильнее работает чем всякая грязь вот это вот это очень важно вот это зерно зарождать в людях благословлять людей кто бы он ни был каким бы вы не считали его грешником вообще выкиньте это из главы считать кого-то грешником это господу отдадим отдадим господу и единственное что он кто уже явно да кто там явно не в себе что происходит делают с людьми это есть явные такие мерзостные есть такое есть такое прямо явное это уже без дорогие есть такие без на есть люди потерянные не знавшие уставшие не понимающие что объятия их ждут все равно так что мы в любом случае не должны на них смотреть с высока пусть лучше бог поможет нам и будут у нас силы вернуть их домой вернуть и домой это очень важно и вот эта фраза из библии если вы откроете от луки глава 15 стих 20 это такая фраза мощная это в той части где уже новый завет и увидел его отец когда тот еще был далеко и упал и сжалился и обнял и за шею его и целовал его вот так вот так это происходило дорогие мои но я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие и подумайте над этой фразой как сильно вы любите грешников пока пока